Денис Шевченко Куркина мужчина предложил поднять вопрос о строительстве в микрорайоне спортивного комплекса, куда смогли бы прийти и взрослые, и дети. На мой взгляд, не хватает какого-то здравительного комплекса, так чтобы дети могли посещать какие-то секции. Приходится ездить либо в район Куркина, в Москву, либо, соответственно, в Старый Химкин. Ну, соответственно, это неудобно, потому что это отнимает много времени. Ребенок самостоятельно, там даже 10-11 лет, добраться туда не может. Также работники предприятия предложили обустроить надземный переход на улице Совхозной. По мнению жителей микрорайона Левобережный, там не хватает лифта, который бы облегчил подъем для молодых мам с колясками и маломобильных граждан. Отрадно, что чувствовалась вовлеченность каждого из сотрудников трудового коллектива в этот процесс. Мы призвали людей именно регистрироваться на сайте голосования за социальные инициативы и проявлять активность. По словам лидеров движения общественной поддержки, очные встречи с горожанами, лучший способ узнать о том, какие вопросы необходимо решить в кратчайшие сроки. К реализации большинства из предложенных инициатив можно приступить в ближайшее время. Большая ценность того, что с нами химчане выходят на диалог, трудовые коллективы разговаривают, высказывают свои инициативы. Это большой плюс. Плюс как для всего города в целом, так и для нас, лидеров движения общественной поддержки, социально значимых инициатив. Потому что мы вместе сможем сделать и выбрать правильный курс развития нашего города. Лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» зафиксировали все инициативы, предложенные на собрании трудового коллектива автосалона «Мерседес». Идеи передадут на рассмотрение в компетентные органы и разместят на сайте хиж.онлайн. Те из них, что наберут наибольшее количество голосов, реализуют в первую очередь. Редактор субтитров А.Семкин